Турнир памяти видновского спортсмена Александра Цыганкова проводится в 13-й раз. В этом году по-особенному, в день рождения футболиста. Наблюдают за игрой бывшие спортсмены «Металлурга» и игроки ветеранской команды «Союз». Они знали Александра Павловича как друга и капитана, а сегодня не пропускают ни одного турнира. Все так же приходят, кто живы остались. Все, в общем-то, ветеранов, приятно видеть. Если не встречаемся за год, то здесь обязательно происходит встреча. Турнир традиционно проводится в октябре. В этом году в нем участвуют шесть команд. Две группы по три и прямые стыки. На данный момент в группе А у нас играют «Союз-50», «Металлург» и команда «Динамо-27» фельдегерской службы России. А в группе «Б» Старая площадь, Босния наши гости и администрация городского поселения «Видное». Игры проходят в дружеской атмосфере, а после матча проигравшие довольны не меньше победителей. Ведь хорошая игра здесь важнее. Люди, которые сюда приезжают, они приезжают не только отдохнуть и получить удовольствие, но еще поиграть в футбол и посоперничать со своими коллегами. Играть достаточно серьезная, напряженная, все борются, никто не филонит. Соперники очень сильные команды, потому что здесь есть такие мастера, которые поиграли и в российской премьер-лиге. Это Дмитрий Хлистов, многократный чемпион России в составе московского «Спартака», за сборную России играл, ряд других футболистов, то есть известных. Турнир памяти Александра Цыганкова уже давно приобрел статус международных соревнований. В нем принимали участие команды из Словении, Черногории и Сербии. В этом году приехала команда боснийцев. Наша команда, как вам сказать, мы уже люди такие возрастные, но любим футбол. Там и приехали, мы играем. Многократно побеждавший в турнире памяти «Союз-50» вышел в финал и в этом году. Группа у нас была тяжелая, да, мы там затратили много сил, но постарались обыграть, потому что здесь с первого места команды в группе сразу выходит в финал. Мы знали об этом и приложили все усилия. Команда хорошая в финале с нами играла, но один голос и штраф новый решил все вопросы. И вот под звуки фанфар спортсмены выстроились на кромке поля. Поздравил их глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Слава, благодарность ветеранам, которые своей увлеченностью футболом и верностью игре, они подают замечательный пример тем, кто идет за ними, о своей физической форме и их уровне мастерства забирают в хорошем смысле слова планку, на такой уровень, который тоже хочется соответствовать. Лучшие игроки команд получили памятные призы. Отдельные участники, организаторы соревнований были отмечены благодарностью за развитие спорта в муниципалитете от Федерации футбола Московской области. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Субтитры создавал DimaTorzok